Непростая ситуация в стране подталкивает искать нестандартные решения. В Бендерах прошла акция «Радужные мечты». Школьники украшали подъезды домов шариками и пожеланиями. Автопробег – последний звонок. 2020 стартовал с площади освобождения. Школьная форма, ленты выпускников, шары и улыбки – все как всегда. Только вместо привычной линейки в родной школе – автопробег. Сбор на центральной площади, в узком кругу, на расстоянии и в маске. Последний школьный звонок позже подхватят клаксоны. В таком формате праздник прощания со школой проводится впервые. Необычный выпускной, зато это наш выпускной. Он такой единственный для нас получается. Родители сделали для нас столько видео, поздравлений. И мы сделали для своих учителей такие же поздравления. Этот учебный год успешно завершили более 7,5 тысяч детей. Из них почти 400 – выпускники. 59 закончили школу с медалями. Большинство – с золотыми. И пусть сегодня их на площади мало, радость волнительного дня они готовы разделить со всеми своими одноклассниками. Очень не хочется уходить со школы. Мы так привыкли. 11 лет уже прошло в одной школе. Будем очень скучать. Одновременно чувствую радость и грусти, потому что я ухожу и от своего второго дома во взрослую жизнь. Последний звонок необычный, оттого не менее желанный и праздничный. Для всех. Сегодня очень трогательный момент. Мой сын заканчивает школу. И выпуск действительно необычный. Я хочу, чтобы у него в жизни все получилось. И я желаю всем выпускникам, чтобы у них исполнились их мечты. Перед стартом слова напутствий от руководства города. Последняя учебная четверть была непростой, но учителя, дети и родители трудности преодолели на отлично. Глава города Роман Иванченко поблагодарил всех за стойкость и терпение в столь сложной ситуации. Последний звонок означает эпоху новой жизни. Открываются новые двери, где много забот и радостей, взлетов и падений. Я желаю вам сохранить самое главное, что вы приобрели в школьных стенах. Это умение трудиться, дружить, ставить перед собой цели, преодолевать сложности и покорять вершины. Действуйте так дальше и по жизни. И все у вас получится. Высокие заслуги ученических коллективов отметил председатель Бендерского гурсовета Юрий Карра. Впрочем, они уверенно шли к своей цели и в обычные трудовые будни, и в дни испытаний пандемии. Это год был непростой. Он принес сложные хлопоты. Он прервал учебность, привычность учебного процесса, подготовки к экзаменам. Но мы в самом деле преодолели все эти трудности. Ваши упорства, знания помогли и помогают преодолевать трудности и выходить на желаемые результаты. Старт дан. Машин 16. По числу городских организаций образования. На каждой буквы. Если сложить в последовательности, читаем последний звонок. Участники торжества, говорят, старались, украшали допоздна. В авто водитель, родители и выпускник. Впереди флаги республики и города. Маршрут по всем городским микрорайонам. Остановки делают у памятных мест и городских школ. У каждой с трепетом ждут праздничную автоколонну. Очень неожиданно, потому что 11 лет мы шли к иному, к последнему звонку. И это все хотелось по-другому как-то представлялось. Будем по школе очень скучать. Скучать по тем временам, которые были. Как мы проводили вместе, как уроки у нас проходили. Поэтому всему, конечно, будем скучать. Я думала, что я уже привыкла к тому, что не будет уже ничего у нас. А когда нам сказали, я еще видео смотрела старые наши, прям снова заскучала и очень трогательно все было. Первое чувство – это легкость и какая-то беззаботность. Но с другой стороны чувствуется сильная ответственность за себя, за одноклассников, за вступление во взрослую жизнь. Это новая ступень в жизни каждого человека. И я надеюсь, я уверен, что мы ее преодолеем с гордостью. Долгожданный финиш у стен Бендерской крепости. Последние трогательные пожелания и тысячи шаров, символизирующих будущие мечты, взмывают в небо. Праздник последнего звонка завершился. Но вступление во взрослую жизнь только начинается. Елена Леонтьева, Евгений Никонов, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.